О Фергийской долине, в том, что называют, друзья, Фергийской долиной, по сути, это огромный карьер. И там вот у нас проработки. Но я хотел показать вам те самые колеи. Вот они фрагментарно идут, но... Здесь, среди прочего, доказательство, прямое доказательство, что это был древний механизм, мощный механизм и синхронный механизм. Посмотрите внимательно. У нас идет раз, два, три, ну и там вот потом шла четвертая, она уже, к сожалению, здесь все размыто, река все это уничтожила. Этот механизм синхронно заруливает, выходит вбок. Вот он, вот вышел вбок. Вот вышел вбок, вот вышел вбок. Дальше он снова идет. Потом он у нас снова заходит сюда, сюда и сюда и сюда. Четвертая, пятая у нас сохранилась чуть-чуть, но вот она, видите, уже в целом разрушилась. Дальше не все, мы продолжаем. Он у нас опять до какого-то момента доезжает и начинает. Где у нас он начинает? Начинает так, это прямая, прямая, прямая линия. А потом он снова вышел вот сюда, вышел вот сюда, вышел вот сюда, чуть заходит вбок. То есть принцип работы очень интересный. Дальше все, к сожалению, разрушено. Он мог заходить и вверх. Это не то, что ехало по прямой, нет. У нас есть подобное, когда он заходит и выруливает сразу вот сюда, вот так вот вверх. Идет линиями, через определенный период снова выходит в породе. Ее не крошит, а ее или вминает, или прорезает, но уходит вот так вверх. Идет дальше. То, что порода твердая, ну сейчас она твердая, хотя и рыхлая достаточно. И тогда она либо была мягкой, но затвердела. Либо это все-таки хорошо инструмент, который очень хорошо прорабатывал. Понятно, что здесь вот с этой стороны, кстати, а здесь ведь гладкая, посмотри. А здесь ведь гладкая. Он быстро работал. Гладкая, гладкая. Гораздо, он срезал. Это та рыхлая часть. То есть вот, хорошо, что зашел сюда, сейчас поближе приближаю. Вот оно. Это гладкая, гладкий срез. Там и все, все. Ну вот. То есть он все-таки ее не крошил, он ее вырезал. И вырезал сразу так, что, ну вот, типичный след оставался от быстрого движения. Но тогда что так быстро, мгновенно двигалось, при этом ехало, при этом во все стороны поворачивалось. И помещалось здесь. Снимая без штатива, к сожалению, забыл штатив. Туф, слоистая порода. А мы сейчас находимся в древнем карьере. И я покажу вам, что это древний карьер в Афрегии. И здесь же, в Афрегийской долине, есть и те самые колеи. И что это, как колеи выглядят, сейчас мы тоже немножко изучим. Но несколько буквально пунктов, почему мы считаем, мы здесь вот находимся, что это древний карьер. Ну вот, сейчас пойдем к тому дальнему срезу. А пока я уже подходил, показывал на вот эти ближние. Вот они. Вот эти скалы должны были разрушаться в эрозии. Туфовые скалы должны были просто рассыпаться. Их же каким-то образом кто-то нарезал, выровнял линии. Такого очень много я находил. Позади меня, просто надо мною. Здесь, к сожалению, вот так вот по солнцу. Но визуально воспринимается, что это просто большие срезы. А мы давайте посмотрим на некоторые следы, которые правда похожи, что это был инструмент. Итак, с одной стороны колеи у нас идут вертикально в разные стороны. Они немножко не вертикально, а, скажем так, диагонально заходят. И по дуге. Дальше ширина их. Вот привычная ширина у нас около 10 сантиметров. Они до сих пор сохранились. Где-то глубина у колеи весьма приличная. Вот видите, какая в ладонь и даже выше. Что выгребало подобную породу? Заходило и выгребало, заходило и дальше выгребало. Это вы скажете, ну речка промыла. Речка промыла вот. Речка промывает аккуратненько. У нас же совершенно иной след. И сейчас мы пойдем по следу, который как будто бы считается, что это только от езды. Но я вам показал, что у нас не только от езды. Они прерываются одновременно. Вот здесь вот выходит и останавливается. Выходит и останавливается. Здесь аналогично. Здесь они сдвигаются. И здесь же у нас прерываются. Раз, два и три. Аналогично продолжаются. Раз, два и три. И такие колеи, вот сейчас впереди, колеи весьма хорошие. Это не те фергийские колеи, которые принято показывать всем. Но мы же изучаем действительно все. Вы знаете, канал Забытые Руины показывает объекты, какие есть. Вот я немножко тут, как я вам сказал, без штатива, извините. Я даже не рассчитывал на то, что я найду эти колеи, что я их встречу. Потому что я вообще приехал, меня пригласили, друзья, здесь на отдых в санаторий. Здесь еще горячие воды. А оказалось, что мы решили прокатиться, называется. Вот. Вот они идут на глубину где-то до 10 сантиметров. Здесь же и крошево. Очень четко, очень ровно проходил инструмент. Или не инструмент. Возможно, механизм проходил или проезжал. Но он у нас немножко зашел, немножко зашел, немножко зашел. Он был тройной. То есть мы можем сказать, вот он здесь зашел, здесь зашел и здесь зашел. Одновременно следы. И это тройная, а еще, похоже, четверная. Потому что четвертая линия нарисовалась. Здесь она уже, возможно, от времени исчезла. А дальше, это же, ну, это оставили машины, вот эти огромные горопроходческие машины, которые весь этот карьер и делали. Сейчас мы к нему подойдем.